Мы с вами в четверг, Марку, много времени посвятили таким темам, которые брали свои истоки из Украины. Это и план победы, который был презентован президентом Зеленским. Это какие-то там заявления о наших потенциальных гарантиях безопасности. И было бы логично ожидать, что свою реакцию обязательно дадут из Москвы. У Путина там свои выступления, и на каждый пункт он дал свой ответ. Поэтому мы сегодня в том числе остановимся и на заявлениях, которые были сказаны в Российской Федерации. Прежде всего, это заявление Путина о том, что Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта. Это, конечно, всегда звучит очень цинично, Россия и мирные завершения. Но только на базе Стамбульских соглашений. Также Путин отметил, что, например, Саудовская Аравия – это комфортное место для потенциальных переговоров. Но и туда же в копилку это заявление уже министра иностранных дел Лаврова, который сказал свою визию, точнее просто повторил, мы это прекрасно знаем, что никакого вступления в НАТО, а это реакция как раз на план Победы Зеленского, нейтральный статус, восстановление прав русскоговорящего населения, что бы это ни означало, ну и вот это, по сути, такие первоначальные пункты. Что за сигналы идут из Российской Федерации? И можно ли сказать, что слабая поддержка на самом деле и позиция западных партнеров дает возможность России топтаться все на тех же пунктах, которые мы слышали и ранее? Ну, конечно, совершенно очевидно. Там выпустили еще одно было заявление Путина, где он сказал, что, ну, типа, мы знаем, что Украина, и до этого более мягко делала заявление о восстановлении ядерного статуса, и там он как-то косекся, потому что надо было дальше о Будапештском меморандуме говорить. Ну, а нахера говорить о Будапештском меморандуме, когда можно опять представлять все так, ну, у него это, конечно, не получается, это никто не дурак, что, типа, Украина ни с того, ни с сего, вот вы представляете, хочет вернуться к ядерному статусу. И фраза о том, что, значит, мы этого типа не допустим. Ну, просто вариантов недопущения, это каких? Войну, что ли, начнут с Украины? Или все-таки бросит атомную бомбу? Ну, если они бросят атомную бомбу, тогда Украине точно надо иметь ядерное оружие, чтобы защищаться от этой атомной бомбы, поскольку никто не гарантирует именно защиту в случае, если Россия все-таки прибегнет к ударам ядерным оружием. А что касается всех остальных, ну, ключевое это то, что мы никаких переговоров вести не будем. Вот я перевожу из путинского на человеческий. Переговоров мы никаких вести не будем. Мы готовы принимать только капитуляцию Украины. Потому что, когда говорится о том, что мы готовы вести переговоры на базе стамбульских приглашений, это означает полная капитуляция Украины. Ну, то есть, откусывание ее той части территории, которой они захотят, то есть, не той, которую они сейчас оккупируют, а той, которой захотят. А это будет как минимум четыре области, ну, Крым само собой. Ну, возможно, что и про Харьковскую образу разговор уже заведут. А про Курскую не заведут. Нет. Курскую вы особо... Это вы провокаторы, бандиты. Ну, нейтральный статус внеблоковый, там, армии нет. У Украины не будет армии, если принять стамбульский формат соглашения. Ее просто не существует, этой армии. Это какие-то полицейские дружины. Не по-украинские дружины. Вот я так. Поэтому, естественно, что это неприемлемо. Когда вот это выдвигается... Помните, мы вот с вами много раз говорили, от России вы что получили, какой фидбэк? Вот вы к Украине там посылаете месседжи о том, что меняем НАТО на членство, на уступку территории оккупирования. И все бурно дискутируют. Пресс, там, Financial Times, если вы помните, пару публикаций этому посвятило больших. Вы Москве этот вопрос задавали? Вот они вам сейчас отвечают, правильно? Какой смысл от Украины добиваться вот этого компромисса, если этот компромисс с той стороной не согласован? Какой в этом смысл? Ну, типа, потенциально. Вы согласитесь, что какая-то часть территории от вас уходит? А мы-то, конечно, вас НАТО примем и так далее. И главное в этой дихотомии, в этой формуле, в этом уравнении, что Украина добиться от нее поближе, что она согласна потерять свои территории, понимаете? А НАТО – это еще большой вопрос, будет оно или нет. Членство в нем. Поэтому Москва просто отвечает. Никаких переговоров. Ничего. Мы не готовы ни к каким компромиссам. Потому что переговоры – это всегда компромисс. А раньше проводить переговоры, если никто не готов к компромиссу. Прежде всего, сам агрессор, тот, который, собственно, затеял это все. О чем разговаривать тогда? Вы просто подчинились. Ну, вы тогда на поле боя добейтесь этого. Вы же хотите углотить всю Украину, но дойдите до Киева. Если, по-моему, атомной бомбой не выкинут украинцев. Все больше склоняюсь к тому, что все-таки не просто так эти разговоры были затеяны, что что-то там есть все-таки в Украине. Что-то там есть. Но я вам хочу сказать, что в Украине эту тему оценили крайне негативно. И многие сказали, что, несмотря на то, что слова президента Зеленского перекрутили максимально, потому что суть была какая. Либо у нас были Будапештские как раз гарантии, да, у нас забрали ядерное вооружение. Мы могли выбрать ядерное оружие или НАТО. Мы мирная страна, мы выбираем НАТО. Но перекрутили, как подумали. Ну и Россия теперь это использует. Вы вспомнили Путина, и дальше маховик понесся. А Путин будет все использовать. Он даже использовал то, что Зеленский еврей. Сколько он на разные лады писал. Еврей Зеленский? Еврей Зеленский? Сам без рода, без племени. Не пойми, откуда и с какой он социальности выпал. Там еще покопайся, чего наскребешь. У этого хоть в паспорте есть отметки. Понимаете, не надо. Про Путина, что он там зацепился, Кремль зацепился. Кремлю не надо повод давать. Понимаете? А вот западным партнерам, мне кажется, стоило. Вот мы говорили о НАТО. Сейчас опять вброшены через лимон. И я думаю, это правда. Они не врут. Действительно, на этой четверке обсуждался вопрос. Ну вот если Харрис победит, ну так, конечно, тогда будет предложено вступление в НАТО. Понимаете, с одной стороны, это вроде как ободряющая такая информация. Ну, вроде, казалось бы. Ну вот же, вопрос решается. Они его обсуждают. Я думаю, они реально обсуждали. Шольц полетел в Стамбул. Вы слышали, да, значит, к Ардагану разговаривать. Ну, видимо, убеждать там, что-то предлагать плюшки какие-то. Ну, не знаю, не знаю. Ну, наверное. Ну, поскольку Стамбулу, то есть и Анкаре тоже голосовать за вступление Украины в НАТО. Там есть еще две по меньшей мере страны, которые будут сопротивляться. Это Венгрия и Словакия. Украине сейчас от этого ни горячо, ни холодно. А если она не победит? А если Харрис не победит? Ну, вот такой гипотетический вопрос. Скажут, разведут руками. Ну, вот как бы да. Ну, вот тогда нет. Понимаете? Логика здесь такая, чтобы кинуть эту затраху. Ее, конечно, раскрутили. Сейчас дальше будут ее докручать. Ну, главные страны договорились. Там Франция, Великобритания, Германия, США. А где дела-то? Дела. Это слова. Где дела? Дайте дела. Протокол какой-то, намерения. Я не знаю, аферту какую-то совершить. Ну, юриспруденция есть понятие. Предложение к сделке это означает. Ну, сделать хоть что-нибудь. То-то, что можно потрогать, пощупать, а не публикации газетные, которые всегда можно говорить. Не-не-не-не-не, мы об этом не говорили, это просто обсуждали и так далее. То есть, Байдену надо было подсластить свой визит. Нужно было каким-то образом хотя бы какой-то полунамек сделать о том, что мы не просто так. Я вот скатался на 40 часов, понимаете, в Германию. А мог бы не ехать, но я вот проехал исторический визит, потому что вот там мы договорились о членстве НАТО в Украине. Сейчас это не стоит воспринимать. Понимаете? Нам всем говорят, через две недели. Вот все будет через две недели. Это в том случае, если Харис побеждает. А если не побеждает? А если еще какие-то обстоятельства изменятся? Они уже, я считаю, довели до того, что Москва, почувствовавшись, это невероятную самоуверенность, уже пригласил корейцев. Уже все. Точно. Корейцы точно будут. Разная уже информация. Уже из России идет информация, что на Дальнем Востоке уже и тренируют, и уже едут, и эшелоны видят, и корейцы бегут там. Уже видят, уже есть. Ну, отправят их на фронт. Может, в последние минуты завернут. Я не знаю. Но если такими темпами пойдет, как я уже сказал, что тогда будет удивляться, если у Ирана появится ядерное оружие, если, так сказать, еще и иранцы появятся, военнослужащие, там. И так-то инструкторы есть по этим дронам. Офицеры из КСИРа на территории Украины есть. Единицы. А так появятся еще какие-нибудь. Ну и что? А все это происходит почему? Потому что вовремя вот это не сделать. Понимаете? Не провернули на кукане, как у нас принято в наших программах говорить. Если бы вовремя провернули, было бы по-другому. Допустим. Допустим. Действительно. Побеждает Харрис. 5-го числа. Что объявляют там? Что вот, почитали, все. Остается до конца каденции Байдена буквально 3 месяца. Меньше 3 месяцев. 2 месяца 20 дней. 2 месяца 15 дней. 20 января инаугурация. Что можно сделать за это время? Следующий саммит НАТО будет летом. На котором официальное приглашение может раздастся. Я согласен. Можно вне рамок саммита НАТО объявить там какому-то главному количеству стран, что да, принято согласованное решение, что мы предлагаем Украине вступить в НАТО. Естественно, это не одномоментный акт. Естественно, там процедура. Она займет по меньшей мере, я считаю, полгода. Потому что нужно, чтобы парламенты согласовали это решение. Стран, входящих в НАТО. Больше 30. С большей частью проблем не будет. С какой-то частью проблемы будут. Это тоже может затягивать переговоры. Даже одномоментное принятие Швеции и Финляндии, вы видели, было не в один день. Оно все равно на какое-то время решено. При том, что Швеция и Финляндия и без того были накрыты колпачком НАТО. Будем честны. У Швеции, не говоря о других вещах, уже было понятно, что НАТО рассматривает их как часть своей системы коллективной безопасности. Но, тем не менее, в Украине будет все непросто. Будут и дискуссии, будут и возражения, будет и, так сказать, долгое согласование параметров. А как быть после вступления, если война продолжится? Но еще раз хочу подчеркнуть, за три месяца оставшихся Байдену это решить нельзя будет в окончательном виде дела, в виде соответствующего решения. Это будут только громогласные намерения, которые, да, вроде как большие люди согласились, но еще эта ситуация может измениться. Могло ли повлиять на это решение, если это решение обсуждалось, оно не принято, оно обсуждалось, наглость Москвы с приглашением уже северокорейцев убивать украинцев? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да. Потому что, вот все говорят, эскалация конфликта, эскалация конфликта. Так вы-то не эскалируете, а эскалирует Москва. А вы чем отвечаете? Ну, просто интересно. Вы чем отвечаете? Вот сейчас есть конкретный акт. Северокорейцы приедут по разным сведениям, то ли 12 тысяч, ну, неважно. Даже если полторы тысячи, хотя, я думаю, будет гораздо больше. Вы чем ответите вот на это конкретно? Ну, то есть нормальные люди бы, вот если бы мы жили в 50-х годах, Резин Хару сказал, так, поднимайте бомбардировки, сначала начнем бомбить Пхеньян, а дальше посмотрим, что будет. Бомбите Пхеньян, а дальше поглядим. Давайте вот этого жирненького вгоняйте вместе с трюхой, чтобы от них тлеющие угольки, как вот от Сенвара, привезите мне его, значит, и привезли бы, и привезли бы, обугленную тушку, привезли бы. Играли бы с ней с этой тушкой, там, наяривали ботинками американских солдат. Вот так бы было бы. А потом начали бы, а, ну, если Москва так, ну, слушайте, ну, давайте, направляйте-ка-то. В Румынию, Польшу завозите ракеты ядерными боеголовками. Давай, штук 100 для начала, вторым этапом еще 200. С коммунистами вот так бы было бы. Вот если бы дожили бы до нынешних времен, вот так бы было бы. Страшно подумать, что бы Трумэн сделал, который, собственно, бомбу-то и сбросил. Трумэн был страшнейший антикоммунист, страшнейший. Он вообще был против заключения союза со Сталином, кстати, когда был в Конгрессе. Но это другой вопрос. А сейчас вот так вот. Не ответили. Это что означает? Это закрепление деструктивного поведения. Это означает, что так можно. В Москве можно, это говорит с северокорейцами, привезти их в Восточную Европу. Понимаете? Не туристов, а убивать. Не туристами это... Тик-тик-тик-тик-тик-тик. А убивать? Значит, так можно. А я хочу спросить. А почему-то в Украину привезти пилотов, американских ветеранов, навыдавать им паспорта американцев, посадить за эти F-16 и так за 200 самолетов и действительно не начать убивать в свою очередь. Поднять эти самолётики? Набдить? Ну, а где логика тогда? В чём паритетность? Ой, вот не надо эскалировать. У России ядерное оружие. Она ответит. Да? Ну, так по этой логике ещё раз хочу подчеркнуть. Если вы будете раз за разом давать такой карт-бланш в Москве, так она всё равно всё это сделает. Как бы почувствовать свою безнаказанность – это лучший билет к эскалации. Лучшее. Вот придумать лучшего действия, чем отступиться и, так сказать, умиротворять агрессора – это лучшее приглашение к тому, чтобы попитаться с жертвой. Тигр перейдёт на спаржу. Тигр никогда не перейдёт на спаржу. Пока его не застрелят. И поэтому, на самом деле, если не будет ответа конкретно даже на приглашение этих туристов, малорослых из Кореи, а логически прямо на поверхности лежачие – это «А, ну у вас теперь северокорейцы? Так это же не страшно теперь вглубь территории России удары-то. Мы же по ним будем бить, по северокорейцам. Вам чё, их жалко, что это? Есть северокорейцы, не станет северокорейцем. Так давайте Украине дадим на 500 километров, на 600 побить ракетами и ракет дадим. По корейцам стрелять. А как? Ну вы же пригласили корейцев. Вам же их не жалко, наверное? Логика такая. Ну а давайте-то украинцы будут по ним фигачить. Чё здесь такого? Никакой скала. А какая эскала? Мы украинцам даём защищаться. Вы приглашаете северокорейцев. Мы просто даём им право. Ради бога, это ваше оружие. Что хотите с ним, то и делать. Куда хотите податься. Хоть по патриаршам, прудам. Хоть по резиденции Путина. Хоть по казармам, где северокорейцы обидуются. Ваше дело, мы за это не отвечаем. А что вы северокорейцев пригласили? Мы что можем сделать? А вот украинцы обиделись. Видите, они расстроились и нас не слушают. Лупят куда им взбредёт в голову. Ну логика должна быть такая. И тогда с той стороны задумаются. Скажут, о, нахуй. Вот мы пригласим эти 10 тысяч, а раз и фу, их нету. Все сгорят. Понимаете? От этих баллистических ракет. А когда вы этого не делаете, происходит совершенно обратное. Закрепляется вот это, как я уже сказал, высшее деструктивное поведение. Вот и всё. Мне кажется, что просто дело в том, что если у вас зла, но очень условно, по сути, там Китай и все сателлиты и Российская Федерация, они приняли на себя решение нанести сокрушительный удар по западному миру. То есть, по сути, они хотят доминировать. А западный мир этого не хочет. То есть, из книги, которая недавно была опубликована, там же пересказываются и разговоры в 22-м году Джека Салливана и Джо Байдена, где речь идёт о том, чтобы ослабить Россию, ослабить Китай. Они никогда не говорят уничтожить, добить. Вот эта идея или идеология контролируемой эскалации, она заключается в том, чтобы война была максимально долго для того, чтобы обескровить Россию, ну и там, соответственно, всех остальных. Вот вам и вся разница. Один хочет уничтожить, а другой говорит, нет-нет, вот пускай они живут, но только будут слабенькими. А они слабенькими не становятся, потому что они подбирают под себя всё больше и больше стран, территорий и контролируют, ну уже там не только условно Китай, Тихоахианский регион условно, а это уже и Африка, это уже и другие страны, и Латинская Америка, и не только. Ну, совершенно справедливо, именно так. То есть нету, так сказать, вот этого контроверсивного ответа, противопоставленного, сопоставимого с угрозой, должен быть ответ. Понимаете? А раньше была концепция сдерживания Москвы, её всё сдерживали. Ну, правда, это было... Сдержали. Ну, понимаете, как в советские годы всё-таки ядерное оружие, сдерживающим фактором было. Да, потому что знали. Вот что бы там ни говорили, в те времена, в американском Пентагоне, там ещё оставались люди, когда во Вьетнаме воевали. В 80-х годах ещё, знаете, оставались ещё те, кто ещё помнили войну. Понимаете? Были там пилотами и так далее стали, генералами и так далее. И у них решимость была совершенно другого масштаба. Они не боялись ядерной войны. Они каждый день ходили на доклад, давайте врежем по Москве ядерным оружием. Каждый день ходили на доклад. И к Рейгану ходили, и к другим ходили. Какие проблемы? Давайте его ударим вообще, снесём к чёртовой матери. И в Советском Политбюро это знали. Понимаете? И поэтому принимали концепцию взаимного ядерного уничтожения, сдерживания, так сказать, паритета и всего остального. Ну, как бы, понимали? Шутить никто не будет. Никто там ждать, там первого удара не будет. Кстати, американцы никогда не держались на тактике, ну, принятой на себя, значит, обязательств не наносить первыми ядерными ударами. Я помню, как Брежнев выступал, впервые объявил. Он же, сын изберётся, значит, никогда не наносить ядерными ударами. Правильно? Что ты первым-то будешь наносить? Ты только нажмёшь, а уже там всё полетит и всё там в труху. Смысла не было от первого удара. Американцы, они всегда были готовы, значит, разнести всё к чёртовой мать. Что-то изменилось за эти 10 лет. Расхолаживание произошло. Другой смысл вообще и стратегии доминирования изменился. Понимаете? Давайте торговать, не надо воевать. Да нет. Ты торговать будешь эффективно только тогда, когда ты будешь каждую секунду, каждую минуту готов. А, не хочешь торговать, значит, будем убивать. И тогда мир под пистолетом, он лучше себя ведёт. Под пистолетом вообще всё лучше происходит. Понимаете? Как только ты ослабляешь, значит, с другой стороны появится другой пистолетик. Вот так это устроено. Понимаете? Конечно и безусловно, если одни. Почему Москва её невозможно сдерживать? Почему её невозможно ослаблять? Просто она не одна. Во-первых, у неё есть военные союзники. Такие, которые, извините, вообще никаких правил не придерживаются. Чёрт, Северная Корея придерживается каких правил? Иран придерживается каких правил? Просто пусть мне расскажут, каких они придерживаются правил. Каких хоть одного? Пусть просто мне скажут. Нераспространение ядерного оружия. Что они делают? Сама Москва по отношению к Белоруссии. И так далее. Каких правил они придерживают? Это огромная сила. Не взирать ни на какие условности. Это огромная сила. Сопоставимая с военной. Понимаете? Я могу, а эти, значит, оглядываются на, а там можно или нельзя. Вот так. Это первое. Поэтому Россию ослабить нельзя. Она почерпает силы от своих союзников. А за всеми этими союзниками так или иначе маячит фигуру Пекина. Понимаете? Который, конечно, не вовлечёт в это никогда. Но провоцировать и настраивать на то, чтобы обострять и эскалировать, будет. Почему? Потому что ему выгодно вот это столкновение. Потому что именно из этого столкновения Китай может извлечь выгоду. Прямую выгоду в виде интеграции Тайваня. В частности. Помимо того, что Россию доконают окончательно, можно будет спокойно и беззаботно забрать Дальний Восток, Восточную Сибирь, Забайкалье, а может быть и Западную Сибирь. Понимаете? А что плохо? Пади плохо. Россия превратится в карлика и можно, так сказать, будет обкусать со всех сторон. Понимаете? Да ещё торгануть на этом. Ещё Сахалин отдать Японии и за это получить ещё свои ништяки в Юго-Восточной Азии. Пекину. Потому что он будет распоряжаться, какие земли у кого будут. Поэтому на самом деле эта концепция контролируемой эскалации до степени ослабления Москвы, она не работает. Я понимаю, почему её придерживается Селиван. Я понимаю приказ. Знаете, как они рассуждают? Нам хватит сил для контролируемой эскалации до момента, пока Путин взял. Мы, наши преемники, за 10-15-20 лет доведут её до состояния, до которого Америка довела Советский Союз, ну, при Рейгане и немножко до него, больше после него, довела Советский Союз до коллапса. До коллапса. Ну, потому что он просто исчезнул экономически. Разница в том, что, во-первых, они извлекли уроки из предыдущего периода. Путин точно уроки извёл. Вот я вам любые пункты назовите, где он. Во-первых, экономика. Они поняли, не надо никакой распределительной экономики, где эти дефициты, где не пойми, что производят. Всё кидается на оборонку, которая, значит, абсолютно не справляется, производит патроны и снаряды. В чём-то это выгодно, а в чём-то это, в общем, затратно. Экономика умеренно рыночная. С рыночным механизмом, выразимся так. Она всё равно госмонополистическая и так далее. Далее. Стратегические отрасли. Они сказали, что, ну, раз у нас всё остальное не получается, давайте тогда хотя бы ядерное оружие хотя бы останется. Ну, вот такое, чтобы мы... Даже если оно там гнило ещё, какая разница, мы его будем показывать, и как бы этого достаточно. Ну, логично, логично. Далее. Они, так сказать, исходят из того, что Советский Союз был, как сказать, идеологической машинкой. Понимаете? Нужно было придерживаться мира во всём мире. Строительство коммунизма, стран народной демократии, всех корми, всех пои, понимаете, да? Шпринцуй. Содержали весь мир. Вот этих. От Кубы до какой-нибудь там Эфиопии. А сейчас этого ничего нет. Не, нифига, всё рынок. Наоборот, выкачивай ресурсы. Не раздавай его, а выкачивай. Слушайте, ну, они выкачивают нормально. Они нормально сосут. Ну, проще говоря, они торгуют нефтью, газом там и так далее, ресурсами, но они получают стабильно, как ниппель, вытягивают, значит, денежки. На денежки, значит, укрепляют себя же. В себя вкладывают, понимаете? Нет никакого идеологического обязания, понимаете? Путинская идеология не строит во всём мире сателлитов. А зачем? Сами прибегут. Там, где не заплатят, понимаете? Поэтому это тоже очень большая сила. Не привязываться ни к какому идеологическому стержню. То есть не создавать какой-то идеологической конструкции, которая тобой руководит. Коммунисты на этом проиграли. Потому что они не могли отойти. Ну, как рыночная экономика? Это против наших принципов, говорили они. И стоило, так сказать, зыбко притронуться к этому, как оно всё обсыпалось. Ничего не осталось. Вот. Ну и так далее. Я много пунктов могу рассказать. И поэтому Путина вот так-то, контролируемой эскалацией, не победить. Не победить. Вот это надо понять, заучить. Вот просто понять окончательно. Не, там так не будет. Почему? Потому что затяжная война, о которой вы вот говорите, Алёна, которая, так сказать, является инструментом этой контролируемого ослабления. Понимаете? Проблема в том, что эта затяжная война обескровляет обе стороны. И Запад отчасти тоже. Почему? Экономически-то, может, и нет. Денег-то у них хватает. И даже военный потенциал, какая бы критика ни звучала, нет. А политически очень сильно ослабляет. Это что же получается? Вы десятилетиями не можете справиться с одной маленькой войной в Восточной Европе. Ну, маленькой с точки зрения масштабов. Вот, посадите, небольшой Израиль, а очень даже, я вам скажу, эффективен. А вот, представляете, если вместе с Израилем американцы бы прям высадились и сражались бы там. Где тот Хамас бы был, где те Синвары, где эти Насралы, где вот тот Хаминеи был бы. Ну, просто мне интересно. Что бы там осталось-то вообще от региона? Все бы катком зачистили, понимаете? Катком. Вот и все. И поэтому с этой точки зрения, безусловно, с Москвой не получится долгой войны, затяжной. Где-то там на горизонте ее ослаблением до степени, когда Путин уже дряхлый, так сказать, в постели там, умирая, накажет своему сыночку этому Диме или кто там, Ване там. Давай продолжим мои дела. Нет, так не будет. Все решится в ближайшие годы. Я не говорю год. Я говорю годы. Это год, два, три. Это сейчас решится. А не где-то там, в затяжной войне, на ее горизонте. Нет. Сейчас будет решаться. Ситуация не такая. Напряжение многократно возросло. Плюс фактор ядерного оружия. Если бы у коммунистов это было табу, и они этого табу удержались. Не, не, ни в коем случае не доводить до ядерного оружия. У Путина такой проблемы нет. Он сам распространяет ядерное оружие. Он сам его размещает. Он помогает его создавать странным изгоем. Поэтому здесь так не получится. Ровно поэтому я и говорю, что прежние механизмы, они не работают. Вот мы вымотаем их экономику. Как вы ее вымотаете? Вы же ничего не делаете. По-настоящему. Если бы вы перекрыли бы все, не просто санкции, а эмбарго тотальное на все, чтобы никуда. И все, кто с ними торгует, такой же санкции. Тогда, может быть, какой-то шанс и был. А если тут можно, но чуть-чуть нельзя, а чуть-чуть можно или наоборот, значит, чуть-чуть нельзя, но можно. Ну, только это и будет длиться бесконечно. Кто-то мне возразит, скажет, ну, так человеческая история. Ну, не будет этой угрозы, будет другая. Куда-то, что человек все равно развивается. И после нас все будет. И после наших детей, и после наших внуков. Всегда будут какие-то проблемы. Но мы-то-то живем прямо здесь и сейчас. Рядовой украинец, у него одна судьба, у него запасной жизни нет. Ему надо сейчас как-то устроить свою жизнь. Ему не прекратить бегать его жене, там, детям. Разрушать его дома. Ему отправляться на фронт. Ровно в этом виноват, кстати, Путин, а не Зеленский, что приходится воевать. Так, знаете, сейчас с больной головой на здоровый переклад бесконечно. Но неважно. Ему-то жить надо сейчас. А что там будет за поколение дальше? Чей будет Тайвань там? Будет ли Китай сопоставим с Вашингтоном? Это ему, честно говоря, какого-нибудь рядового украинца вообще насрать. Вообще до фонаря. Он этого не увидит. И поэтому в большой политике проблемы надо не откладывать никогда. Нету отсрочных отложенных проблем. Их надо решать немедленно прямо сейчас. Потому что когда ты их решаешь сейчас, ты уменьшаешь кратно это количество потенциально, которое неизбежно будет в будущем этих проблем. Если ты их решаешь себе, а вот если ты их откладываешь, ты их многократно не возрастает. Понимаете? Вот мое мнение. Фактически вы проиллюстрировали ситуацию на Ближнем Востоке. Много раз откладывалось, много раз Израилю все запрещалось. И закончилось тем, что произошла большая трагедия. Но вы вспомнили про одну сторону, то, что касается американской политики, про демократов. Это действительно французское издание написало о том, что потенциально нас могли бы пригласить. Я только хочу сказать, что вот сейчас Франция выступает за приглашение. Это вообще не про вступление. Это только приглашение Украины в НАТО. Поэтому, наверное, и неудивительно, что именно там появился этот материал. Но есть республиканцы. Там мы же должны отталкиваться от того, кто будет президентом. Вот сценарий с Камалой Харрис. А что говорит Дональд Трамп? Мне кажется, что чем ближе к выборам, тем, конечно, более стрёмными становятся его заявления. Я с ужасом думаю о том, как мы будем ждать эти результаты. Значит, Дональд Трамп в очередном своём выступлении сказал о том, что Украина проиграла войну, поскольку, внимание, большинство её городов разрушены. А от прежней страны практически ничего не осталось. Суть по всему, я сейчас веду с вами эфир тоже в том числе среди руин. Много там рассказывает, значит, Трамп о том, что почти каждый город снесён до основания. Что он знает о нашей войне, это, конечно, большой вопрос. Ясно, что ракеты долетают в любой регион, но, мягко говоря, он преувеличивает. Все эти прекрасные золотые купола лежат на боку, разбитые в дребезги. Нет такого города, который бы не пострадал. Заходите в город, и почти каждое здание разрушено, как будто бы там прошлась команда демонтажников. Ну и для того, чтобы, значит, там окончательно закрепить эту мысль, Дональд Трамп ещё и говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за начало войны. И дальше долго говорит о том, что, а параллельно с этим, конечно, Байден. Я хочу сказать, что к президенту Зеленскому можно по-разному относиться. Любить, не любить, поддерживать, не поддерживать. Но вот он точно, никаким образом не спровоцировал эту войну. Все всегда знали, что Украине, как было принято говорить, независимость досталась бесплатно, и когда-то бы расплата наступила. В том числе за то, как мы прожили эти 30 лет независимости, как мы строили свою политику. Можно очень долго, в общем, копаться в причинах, но войну начал исключительно Путин, российское общество, Россия и российская армия. Тем не менее, Марка, что делать нам с Дональдом Трампом? Пригласив же его даже и некуда, не страна, а руина. Нам с вами не надо ничего делать. Мы не американские граждане, это они там пусть выбирают себе этого Трампа. Трамп уже у них президентом был. Вот я еще раз повторю тезис о том, что вот страшная вот такая американская элита не пускает Трамп в президенты. Он четыре года был президентом Соединенных Штатов. Да. Как же она его не пускает? До такой степени пускала? Вы в России посмотрите, как не пускают. Раз и убили его Навального. Вот так не пускают. Это первый тезис. Второй. Ради богу, кто считает, нужно голосовать за Трампа? Исходя из его программ относительно внутренней политики, экономики, борьбы с мигрантами. Да даже и, может быть, они поддерживают его изоляционизм международным. Ради богу, это ваше дело. Нам вообще до фени. Мы его оценим с одной единственной точки зрения. Вот то, что вы процитируете. Вот эта цитата является чистым обесцениванием Украины, ее президента, всех усилий и предшественников, ну, в данном случае Байдена и его администрации по поддержке Украины. Это чистейшее обесценивание. Ну, раз там руины, что там помогать? Как сказал этот Джонсон? Вот это как было. Спикер Джонсон, да, не центр Украины. Он не центр Украины. А что тратиться? Ну, так правильно. Идет подготовка к сливу такого масштаба, чтобы уже когда пришел, ну, а что, помогать, договариваться, да все равно руины. Все руины. Ну, конечно, лично Зеленский взял, везде походил, все повзорвал просто, ему заняться нечем. Все это он сделал, а Путин нет. Путин, говорит, у меня в друзьях, сказал Трамп. Это что он Зеленскому лично сказал, не нам с вами сказал. Он, говорит, у меня друг. Ну, мы в дружеских отношениях. На что Зеленский парировал, ну, может, мы в лучшие отношения смогли с ним. Ну, это другой вопрос. Это действительно идет ближе к выборам попытка снять с себя ответственность за то, что он будет сдавать Украину после выбора. Ну, я по-другому не могу это расценить. За этими словами не стоит ничего другого. Невозможно ничего перетрактовать в этих спичах его. Он уже не первый раз так говорит, правильно? Помните, как он в момент митингов в период пребывания Зеленского на Ден-Ассамблее в Нью-Йорке. Они все равно встретились, потому что там советники, видно, сказали, что не, ну, как бы эта тема. Там есть русскоязычные, украиноязычные, американские граждане, которые будут голосовать, будут руководствоваться как раз таки вопросами, связанными с Украиной, встречей вашей там и так далее. Ну, понятно, мы все понимаем, как эта машинка работает. Но то, что он говорит, мы должны честно прямо сказать, это подготовка к снятию с себя ответственности за дальнейший ход событий. Когда можно будет сказать, что вы от меня требуете, я развел в период предвыборный, что-то вам обещал, все говорят, пожалуйста, нам расскажите, как это было на дебатах 10 сентября с Харрисом. Я их смотрел в Америке, находился. У вас какой план-то? Ну, я, естественно, на свою манеру это перефразирую, перетрактовываю. А плана нет, потому что я скажу в свое время. Ну, ответ был, будет в свое время. А потом он скажет, мой план вот такой. Стамбульские соглашения. Чем плохие Стамбульские соглашения? Вы же там сидели, вы же их как бы, в общем, обсуждали с Москвой. Да, вы их не подписали, вы не парафируют, не ратифицируют, не согласились. Но вы же их обсуждали, так давайте от них оттолкнемся. А чем плохие Стамбульские соглашения? Скажет там. Ну, вы же уже прошли часть этапа переговоров, правильно, в Стамбуле? Да. Ну, это же было в феврале-марте 2022 года. Так давайте к этому формату вернемся. Ну, правильно же, Путин же согласен с этим? Да. Ну, давайте. То есть это не переговоры, это капитуляция. Но назвать можно чем угодно этот процесс, понимаете? А позвольте я скажу. Я слышала мнение от одного из республиканцев, которых я очень уважаю, который сказал следующее, что смотрите, Камала Харрис – это еще бесконечная война. Но только война не тогда, когда нам дают все, и мы уничтожаем Россию и российскую армию. А вот такая вялотекущая, то, что мы с вами сказали, это контролируемая эскалация. А Трамп – это вполне возможно остановление боевых действий, войны и все. Просто есть ведь и в Европе множество людей, вот, например, там немецкая социология показывает, что немцы считают, что проигрыш Украины в этой войне, то есть остановка по линии соприкосновения – это классно. Потому что люди не умирают, люди не воюют. Ну, подумаешь, какая-то часть оккупирована. Проблема в том, что опять мы возвращаемся туда же. А что, Москва согласна остановить действия на линии фронта, которая сейчас есть внутри Украины? Разве вы кто-нибудь услышал? Там же северокорейцы приедут, которые будут продолжать воевать. Мы-то что скажут в Москве? Мы-то нет, мы-то готовы. Но корейцы хотят дальше воевать. Я понять не могу вот эту логику, при которой как будто бы Москва на какой-то из вариантов прекращения огня уже согласилась. И как будто бы Украина сопротивляется. Прямо вот в Украине заняться нечем, она прям так воевать хочет, прям вот свербит, как ей хочется воевать. Так останавливайте, начинайте этот процесс. Остановитесь, остановите обстрелы территории Украины, остановите движение фронта там за Углидар, там и дальше. Там же нет этого даже, даже рядом нет, даже в том, что говорил Путин в Казани, ну даже приблизительно, даже миллиметра вот этого нет, понимаете? Почему же это обсуждается? Вот я хочу понять, так как будто бы Украина некий противник этого процесса, а не заложенный, на самом деле, каким он и является. Ну, то есть, хорошо, давайте, если в Германии есть общественное мнение, ну вероятно, оно действительно такое. То остановите его, чтобы ты не стал любой ценой, кровь перестанет литься, и всем хорошо. Так идите, договоритесь с Путиным. Он что ответил Шольцу? Что он сказал? Ну, Аналена Бербок же нам передала его слова? Ну, погодите, но я понять не могу, как можно исходить из какого-то интерпретации событий, которые полностью эту логику извращают, понимаете? Москва не хочет прекращения войны, Москва не желает переговоров, она желает капитуляции, сдачи Украины, о чем они просто открыто говорят. И попытка назвать это переговорами, примирением, прекращением огня, вступлением в процесс переговоров, это обман. Это чистейший обман. Да, они руководствуют тем, что они имеют некое локальное преимущество на фронте. Москва его действительно имеет, поскольку продолжает движение в Донецкой области, на Запорожском управлении, в Курской области непростая ситуация. Ну, не секрет, конечно. А сейчас еще северкорейцы подъедут, понимаете? Кто-то говорит, это мало. Да мы даже не знаем, сколько они их привезут. То ли 10 тысяч, то ли 12, а может все 50. Мы же не знаем. Из чего мы исходим? Из разумности? Это кто? Москва разумная. Это они там, ой, ну больше 10-12, лучше не стоит раздражать общественные мнения на Западе, вызывать на себя реакции какие-то. Да они не руководствуются этим. Нет там этого. Они стремятся как можно быстрее выдавить в Сумскую область украинские войска из Курской области. Они собираются захватить там Павлодар, насколько я понимаю, Покровск, Павлодар там. Собираются двигаться дальше до административных границ, соответственно, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Ну, Донецкой точно. Ну, Херсон там как получится. Я не вижу здесь вообще даже предпосылки для какого-то там, так сказать, процесса, который бы предполагал возможность продолжения каких-то переговоров, дипломатических усилий, взаимокомпромиссов и так далее. Нет этого. Откуда все это берется? Сколько раз вы мне задавали вопрос, ну, вы вот видите, что процесс переговоров может начаться. Это вы не свое цитировали, а вот, ну, пишут, говорят, ну, вот скоро начнется процесс переговоров. Вот мы уже близки. А я как отвечал всегда? Нет ни одного признака, нет ни одного признака, что такие переговоры могут начаться. Что для них есть какие-то предпосылки. Зыбкими предпосылками могут быть, когда я говорю о переговорах, а не о капитуляции, победа Харрис, приглашение Украины в НАТО и немедленное разрешение ударов вглубь территории России. Под предлогом северокорейского. Вот, вот этого трехкратного такого набора, теоретически, я не утверждаю ничего. Может хватить, что Москва в какой-то момент скажет, ну, мы это не вытягиваем. Они внутри там у себя скажут, ну, так мы не вытягиваем. Тогда теперь нам надо еще иранцев подтянуть, еще там еще чего. То есть нам уже корейцев будет в такой ситуации недостаточно. Давайте как-то, ну, либо-либо. Вот тут может создаться предпосылки, что они скажут, слушайте, ну, давайте, мы готовы подвинуться в чем-нибудь. Но вот на сегодняшний момент, при победе Трампа, при отсутствии приглашения Украины в НАТО, а это политический вопрос, это не военный, он не сразу конвертируется в военный. Мы же отдаем себе отчет, что если приглашение такое поступит, как я уже описал, в какие сроки, да, при Байдене не может быть оформлено как непосредственно результивное решение. Такого не может быть, потому что саммит будет летом. Байдена уже не будет после 20 января. Ну, если только ради него проведут там, не знаю, 15 января саммит, чтобы принять там решение о приглашении в Украину в НАТО. И этого я не знаю, это они там сами решают, я тут ни при чем. Вот. То, по существу, при Трампе будет все обратное, вот всем тем этим трем пунктам, которые я вам сказал, ну, при его победе. Совершенно другой процесс будет иметь место. Но про переговоры говорить не о чем. Их нет. Ничего. И даже вот этот по формуле мира саммит, если даже его в конце ноября проведут, даже при победе Харрис, ни к чему он не придет. Москва не будет участвовать, Китай не приедет. Будет некая пауза. То, что Путин назвал Саудовскую Аравию так, как допустимый участник, это тоже своего рода игра. Саудовская Аравия одной недостаточно. Потому что это как бы типа глобальный юг, это продолжение инициативы саммита в Джиде 5 августа 2023 года. Там же никаких решений не было принято. В отличие даже от каких-то других форматов, там, Стамбульского или по формуле мира хоть как-то там чего-то такое промяблили. А вот в конце июня в Швейцарии. Это игра, я считаю. Саудовская Аравия. Они пытаются на себя ее перетянуть. Саудовская Аравия, конечно, интересована тоже по-своему в этой миротворческой миссии. Но там много неясности. Много неясности. Возможно, это как бы общая позиция Пекина и Москвы, что давайте не на себя. Потому что США сильно возражают против роли Пекина, что вот он свою инициативу из Бразилии. И вот идите все к нам, друзья мира. Ну, давайте изобразим, что как будто это Саудовская Аравия. Это лучше, чем швейцарский форум мира. Я думаю, что скорее вот именно такая логика здесь присутствует. Что типа Саудовская Аравия говорит, если не дай бог завтра Саудовская Аравия зовет. Ну, знаете, как бы, а мы позицию США поддержим. Или там по формуле мира поддержим. Все, забудьте о Саудовской Аравии, Москва никуда не пойдет. Поэтому, на самом деле, в нынешней ситуации, я еще раз подчеркиваю, только серьезные решения, обеспечивающие высочайшую степень давления на Москву, могут создать только предпосылки для возможных переговоров. Предпосылки, не сами переговоры. Что они там задумаются, а вот мы тут что-то, да, тут как-то не выводим это все. Вот. И иллюзии питать, и заблуждаться на этот счет вообще никому не стоит. Вы, конечно, максимально понижаете популярность тиражей западной прессы, которая каждую неделю выходит там с этими заявлениями. Но правда на вашей стороне, и действительно очень много трезвомыслящих экспертов, не оптимистов или пессимистов, а просто реалистов. Они говорят, нет, нет, подождите, мы же там видим, что и какие заявления идут из Москвы. Друзья, сейчас самое время оставить свой лайк, если вы еще этого не сделали. Конечно же, приветствуются все ваши комментарии. Вы можете вступить в заочную полемику и не согласиться с Марком, там предложить какое-то свое видение всем последним заявлениям. Это тоже для нас очень важно. И не забывайте подписываться на YouTube-канал Figgin Life и YouTube-канал Курбанова Life. Вы сказали, Марк, о том, что одно из последствий для западного мира – это удар, конечно, по тому, как они воспринимаются, такое политическое ренуме. Боятся или не боятся Америку, уважают или не уважают НАТО. И это очень хорошо видно и по Ирану, естественно, по России, но в то же время это видно и по Китаю. Значит, Китай в любом случае за два с половиной года, наверное, самый большой, мне кажется, бенефициар того, что происходит. Ничего не теряя, никого не теряя, только там приумножают свои возможности. Говорят, что у них происходит внутренняя стагнация экономики, но, наверное, они с этим тоже поборются. Тем не менее, сегодня китайский лидер Си Цзиньпинь призвал армию готовиться к войне. Это передавалось на государственном телеканале. Что мне очень нравится, он посетил ракетные войска «Народно-освободительная армия», так она называется, Китая. Все народно и все освободительно. Черт возьми, все просто какие-то узники, и всех надо освобождать. Ну и вот, значит, все это происходит, конечно, на фоне того, что недавно завершились учения на Тайване, и во время визита, в общем-то, призвал Си Цзиньпинь всесторонне усилить обучение и подготовку к войне, усилив стратегический потенциал сдерживания и боеспособности. Что сдерживать, непонятно, потому что, кажется, никто в здравом мысли и в здравом умении собирается нападать на Китай. Но, тем не менее, вы помните, что были материалы, которые выходили тоже с прогнозом того, когда потенциально Китай мог бы напасть на Тайвань. Это точно не 24-й, мне кажется, что там не раньше каких-то 30-х годов это было. Тем не менее, все эти учения, это же тоже как манипуляция. Россия провела за этот год 9 ядерных учений. 9. Они все настолько тупые, что никак не могут научиться. Ну и вот, значит, Си Цзиньпинь тоже выходит и делает такое заявление. Что оно означает? Куда оно должно было полететь? На сам Тайвань? Куда-то Вашингтон? Кому и что пытается он сказать? Я подробно сейчас это все расскажу. Еще раз хочу подчеркнуть людям, которые нас смотрят, аудитории. Вы понимаете, мы находимся в среде, ну, допустим, возьмем узкий сегмент блогерской, русскоязычный политический сегменте блогерском, да? Где такое количество псевдоэкспертов. Я вот периодически, я не смотрю, у меня времени просто нет. Вы знаете, я чем занимаюсь? То игрой, то Берлингменом, то референдумами, то вот своим интервью, то своим каналом. То есть мне не до того. Не потому, что я там игнорирую или что-то, но просто я занят очень сильно. Потому что у меня нет времени сидеть, отсматривать все. Но иногда мне что-то попадает. Господи, я думаю. И причем мне иногда попадают старые какие-то. Знаете, месяц назад, два месяца назад, три, шесть месяца назад. Что уже ни с чем не совпадает, да? Не просто не совпадает. Он просто со временем выглядит такой дилетантизм. Такое глубочайшее непонимание. То есть это такие завиральные прогнозы. Это такое отсутствие знания и понимания ситуации, да? Просто диву даешься. Откуда эти люди набирают по 100, по 200, по 500 тысяч просмотров? Я понять этого не могу. То есть аудитория не дает себе труд просто посмотреть старые эфиры. Просто их посмотреть. Просто отмотайте. Вот вы вот взяли эксперта, вы его сегодня смотрите. Просто отмотайте эфир год назад, полтора года назад. Ну, конечно, там не до деталей. Там не о деталях речь. Но видение ситуации в целом. Понимаете? Понимание, куда процесс развивается. Ну, просто это же элементарно. Да, но не забывайте, что проще продавать надежду. Она лучше покупается. Продаются лекарства для здоровья, а не лекарства для смерти. Поэтому, конечно, многие спекулируют на этом. Спекулируют. Я, кстати, сам жертва кликбейта. Почему? Потому что меня приглашают замечательно уважаемые каналы. Но ради, так сказать, просмотров, монетизации, другого, они там пишут, завтра мы в Кремле. Марк Фейгин. Причем они не цитат дают. Они как бы журналисты. Я не могу их упрекнуть. Но люди смотрят. И потом меня везде показывают этот кликбейт, который вообще ко мне никакого отношения не имеет. Потому что очень легко понять, как я отношусь к кликбейту. Просто возьмите, посмотрите эфиры Фейгин Лайф. Есть там кликбейт или нет? Как называется? Айден нанес окончательный удар по Путину. Да, там воткнул пославные гланды, что-нибудь такое, знаете, раздают. А потом как бы... И это все под моими интервью, понимаете? Я жертвую. Потому что все говорят, ну это Фейгин сказал. То есть никто же не смотрит эфиры. Они заголовочек смотрели, вот эту превьюшечку, анонсик. И говорят, это Фейгин. Так что я еще раз хочу подчеркнуть. Во-первых, пересматривайте Сарвей. Во-вторых, если вы видите какой-то дикий кликбейт, ну это привлекательность заголовок. Тема там, размещенная на анонсе какого-то эфира или самого эфира видео внутри Ютьюба. Вы, пожалуйста, посмотрите, о чем человек говорит. Не полагайтесь на то, что сделали редакторы для того, чтобы привлечь ваше внимание, чтобы вы прожали. Или фамилия Фейгин. Можно писать просто Фейгин. Дата такая-то. Сейчас поговорим всем. Не надо больше никаких кликбейтов. Вы просто смотрите. Если вы доверяете моему экспертному мнению, вы просто его посмотрите. А то, что пишут, это не я пишу. Я об этом вообще никогда не говорю. Понимаете? Вот важно понять. Теперь что касается Китая. Ну, Китай не первый раз. Именно Си Цзиньпин, который действительно подверг сильной трансформации политической системы Китая. Он остался на следующие пять лет. Что недопустимо. Десять лет – это предельный срок. Он уже не раз вот такую мобилизацию условную, мобилизацию политическую объявлял. Призывал армии быть готовым к войне, готовиться, тренироваться и так далее. Это уже было. Это уже было точно. Это форма пропаганды и одновременно такого, я бы сказал, инструмента концентрации собственной власти. Мы же готовимся к войне с Сайванем. Вы что, хотите меня поменять? Вы что, хотите в политбюро со мной спорить? Я вас всех расстреляю. Я готовлюсь к войне с Сайванем. Мы с Сайванем воевать будем. Вы представляете, там на остров высаживаться будем? Ну, ак. Все дела. Это, безусловно, является, ну, частью такого пропагандистского тимбилдинга внутри системы власти в Китае. Потому что он, конечно, пытается власть узурпировать. Хотя это противоречит идеологически, потому что, при том, что это тоталитарная система, политически тоталитарная, но она имеет особенности экономические. Китай извлекает пользу от умеренной рыночной экономики. Тем не менее, он ведет процесс трансформации, ведущий к узурпации власти самим Сайдзиньпином и самым ближайшим окружением. Но оно тоже, знаете, никого не жалко. Они, он легко, то министр обороны, то министр ансандела, там, по каким-то предлогам, сливает, исчезает человек вообще, где был, куда делся, никто ничего не знает. Поэтому, на самом деле, здесь не всегда надо придавать значение практическое, непосредственное к словам, которые говорятся, потому что мы-то их воспринимаем как немножко капиталистов, в общем, а им свойственно трезвость и реализм, а они все-таки идеологически мотивированная среда маоистская, коммунистическая в самом Китае, где они, тут он в пиджаке дорогом, они носят, любят, знаете, итальянские костюмы и подделки китайские, но они из очень дорогой ткани. Вы бывали в Китае? Нет. А я много-много раз бывал в Китае, значит, в разных местах, там, и в Пекине, и на Хайнане, и в Гонконге, и в Макао я был, и в ряде городов я побывал. И прибрежная Китая. Меня всегда поражало, когда они там ходят в очень дорогих костюмах. То есть вот такие темно-синие, хорошие итальянские костюмы. И я даже не интересовался, а часть этих костюмов китайская. То есть они тратят силы, делают из дорогого шелка, дорогая нить, делают очень дорогие ткани, ну и, естественно, слизывают лекала с какого-нибудь там. Ну, мужской костюм, он же вообще как бы незамысловатый, по большому счету, один и тот же. Если у тебя хорошее лекало, ты повторишь, ты сошьешь, и ты сделаешь. Так вот у них, с одной стороны, костюм, а там в шкафу висит френч. Такой же, как у Ким Чен Му. Понимаете? Они раньше во френч ходили, Мао ходил во френч. Дэн Сяопин ходил во френч. Все ходили во френч. Это вот в 80-х годах в конце как-то оно ушло. Даже еще хуя оба. Генеральный секретарь, который оказался в Апале, в результате событий, мы тоже ходим во френч. Хотя и выступал за гражданское платье европейское. Тем не менее, они должны себя отправлять еще и как некая идеологическая машина такая, которая продолжает говорить, что идеи Мао, идеи, ну, сейчас это немножко по-другому трактуется, но идеи коммунизма, они живы, никуда не уходимы. Китайская специфика и наши традиции, соединенные с материалистическим учением, дают вот этот результат. Что касается планов Китая, смотрите, Китай планирует захватить Тайвань любыми способами, вплоть до военных, если ситуация будет безопасна для нее. Если это можно будет осуществить, и тебе за это ничего не будет. То есть Америка не вмешается. А при каких обстоятельствах такое может быть? Ну, совершенно же очевидно. Если Украина проиграет, если Запад ее сдаст, ну, так сдали Украину, сдадут и Тайвань. В чем разница? В Юго-Восточной Азии, островок? Если вы готовы сдать большую восточноевропейскую страну, прежде населенную 40 миллионами человек, ну, сейчас, естественно, другое количество. А чего вы не сдадите какой-то там Тайвань? То есть напрямую Китай связывает свои перспективы с происходящим в Украине. Почему? Потому что игроки, которые ввязались в эту авантюру, Москва, ее союзники и так далее, за которыми спинами он может и находиться, наблюдать с интересом и даже подначивая, провоцировать какие-то действия, должны выполнить роль торпеды, которая, значит, пробьет брешь в американском могуществе. И эта брешь позволит Китаю осуществить его план. Почему так важна Китай именно Тайвань? Ну, во-первых, он просто больше по территории Макао и Гонконга, если кто в них бывал, это не Каулун, это достаточно приличная территория Тайваня. Тайваня. Плюс, знаете, в чем проблема? Все-таки там, это были подмандатные британские фактические территории, Гонконг тоже, Макао-Португальская. А вот Тайвань, это вот чистый капитализм Чанкайши в варианте. Еще и демократия. Еще и выборы. Вы представляете, какой они создают пример для континентального Китая и китайцев? То есть, получается, азиатская цивилизация, синистская цивилизация может жить в условиях демократии. Ну, Тайвань же демонстрирует этот пример. Понятно, что он на основе. Там тоже авторитарный режим сохраняется очень-очень долго. В 60-70-х годах и так далее. Так же, как, кстати, в Южной Корее до Чондухвана. Генерал Чондухван был такой. Как его звали? Чондухван. Его сменил роды У. Мало кто знает, президенты они были, все были генералы. И это была вообще не демократия совсем ни разу. Но потом постепенно их даже осудили всех в Южной Корее и так далее. И на Тайване навоцарилась демократия. Появились партии, конкуренция. Ну, в общем, конечно, не без западного влияния. Вот это самое опасное. Равно как и Украина опасна для России. Вы чувствуете этот параллелизм? Где есть демократия, где сегодня есть Зеленский, а завтра его переизбрали. Был Порошенко, его переизбрали. А потом могут выбрать другого, а потом третьего, а потом пятого, а потом сотого. Вот это опасно. Вот это нехорошо. Это означает, что эти народы, ну, там, украинцы, понятно, но и русские, могут жить так же, выбирать себе, кого хотят. Сегодня одного, завтра другого. После завтра третьего. И никакого вождя им вообще не надо. Вождя ни разу. А тоже там и видит распространение для Китая тоже. Пока есть какой-то кусок территории, неконтролируемого континентальным Китаем и Пекином, где может существовать совершенно иная политическая система, наследство гражданской войны, конечно, сторонки Чанкайши, Гамингана, но теперь уже современной демократии на Тайване. То, причем антикоммунистическая, а не отпетые антикоммунисты. Это мне очень нравится. Я сам коммунистов не люблю, поэтому, естественно. Вот это является главной предпосылкой и мотивом, для чего Китай хочет захватить именно эту территорию. Больше, вы удивитесь, больше, чем Северное море, Байкал, я имею в виду, Восточный Сибирь и Дальний Восток. Хотя они выгоднее там же ресурсы, понимаете, и больше территория. До вечной мерзлоты вполне приличный участок. Но это важно, чтобы, почему Китай чемпион по гражданским войнам. Посмотрите на его историю, там, вечно они воевали друг с другом, вечно друг к другу вырывали волосы. Потому что всегда было минимум два Китая, а то и больше, неравных к себе. Потому что одни жили богаче, кантоны, прибрежный Китай, а срединный Китай жил сюда бедно. Понимаете? И если, так сказать, вопрос, ну, сама Тянь Айминь тоже, знаете, многое оставила следа. Это же тоже была предпосылка изнутри. Не только перестройка в Москве захватила умы китайских студентов, которые выползли на эту площадь. Там Хуяобан вообще был генеральным секретарем в этом моменте Компартии Китая, КПК. Поэтому им надо уничтожить эту альтернативу для того, чтобы она не соблазняла внутри Китая само население, саму активную среду, активную часть, она там есть, учитывая полтора миллиарда, знаете, там сторонников демократии миллионов 25-50 понаберется. Которые вообще, в принципе, разъезжают и говорят, что вообще демократия не так-то и плохо. И поэтому для них нужно поставить крепкий такой запрет, забор над любыми попытками, над любыми притязаниями на изменение политической системы. Там, кстати, диссиденты были. Например, покойный Люси Албоу был Нобелевским лауреатом премии мира. Люси Албоу скончался, кстати, они его выпустили из тюрьмы умирать. Там все есть. И преследование религиозное, и квазирелигиозное, и так далее. Все есть. Поэтому, естественно, для них очень важно справиться с Тайванем не только как сепаратистской территории, не только территории, где существует иная политическая система, но просто как некой альтернативой большой тому, как развиваться. И иронически об этом сам Вашингтон говорит. А почему обязательно Тайвань должен присоединяться к Китаю? Пусть Китай присоединится к Тайванию, к его политическим системам, его правилам, его законам, его стратегии развития. Чем плохо тоже китайцы. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что Китай будет делать все для того, чтобы эту проблему решить. Если до этого надо будет слить в унитаз в Москву и подружиться с Вашингтоном, и Вашингтон пообещает отдать за это Тайвань, они на это пойдут. Если наоборот надо будет, так сказать, наплевать в рот с разбега в Вашингтон, они пойдут на союз с Москвой. Понимаете? Вот так это устроена система. И недооценивать эти интересы Китая в отношении Тайваня не стоит. Повторяю, потому что это не просто материальный интерес, это просто география, это еще и большая идеология. Если же Байден надеялся, что он спокойно сейчас сможет уйти на пенсию, то нет, кажется, что ему действительно придется реагировать на вызовы как с Китая на эти заявления, так и, конечно, все, что происходит в Северной Корее, потому что конгрессмены уже призывают Белый дом на это отреагировать. Но какая будет реакция, мы узнаем совсем скоро. Друзья, на этом мы ставим точку. Не забывайте нам оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube канал Феги, YouTube канал Курбанова Live. Ну и мы проанонсируем, что в понедельник у нас будет такой формат, когда мы приглашаем к нам гостя. И вот то, что Марк говорил, да, вы можете посмотреть и сравнить все эфиры Марк Фенин с последовательной. Так вот, у нас будет еще более реалистичный гость, который, как правило, говорит о том, что война может продолжаться и затягиваться аж до 30-х годов. Но что он имеет в виду, мы узнаем все в понедельник, поэтому к нам присоединяйтесь. Марк, спасибо вам большое за час, за этот разговор и увидимся на старте в следующей неделе. До свидания, всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok